Что происходит в «Наполе»? Третья игра со самым слабым антральным соперником, все, кто были в группе, и самое крупное поражение на данный момент. Не знаю, как это объяснить. Опять же, вначале не очень хорошо начали, был такой маленький отрыв, потом не попали, побежали отыгрываться, и они нас просто... Уже они поймали «Кураж», и потом... И было очень тяжело остановить, потом забивали и в «Транзишене», и сверху, и от камеры просто сдевались. В чем тут дело? Это какая-то недооценка какая-то имела место, или просто эмоционально настроить шведов? Нет, какая-то недооценка. Мы и так скрепезубами играем, и просто не имеем права, и мы... Как говорить о недооценке? Опять же, не попали в свои броски. И потом полезно как-то отыгрываться, начали быстро играть, и контролировали уже тогда игру. Спокойно довели дело до разгрома. Опять же, хотел бы еще раз извиниться перед болельщиками, которые приехали, которые смотрели. Ну, согласен, что не логично все-таки, что, получается, проиграли сильно в Италии и Греции. По-моему, сейчас все умеют играть в баскетбол. Уже это десять лет назад, если бы вы сказали, кто из Швеции, все бы засмеялись. У них два игрока, которые играют в NBA, и у них очень перспективный, молодой, разыгрывающий, которые также большие, которые все умеют играть в баскетбол. У них уже нет такого, что слабый, не слабый. Я говорю, что два человека играют в NBA, и не забили бы там российские 50 очков. Так что уже не осталось на планете команды, которая бы не умела играть в баскетбол, может быть, в Африке где-нибудь. Это как ни посмотришь, там, один, два, три человека бы играют в NBA. Ни один игрок не говорит о ротации, и все вопросы посылают тренеру, почему, на твой взгляд, все понимают, что вы, может, не хотите говорить, но почему это все происходит? А что мы можем объяснить? Я не могу объяснить. Вы с тренером не разговаривали? Мы не говорили, что пытались объяснить, может, свои какие-то мысли? Я не буду отвечать на этот вопрос. Как бы есть... Мы игроки. Мы пытаемся исполнить, пытаемся выполнить то, что установка, что он хочет. Так мы выполняем, может быть, на другой вопрос. Мы все стараются, все бьются. И просто окей... Тяжело. Скажи, пожалуйста, вы с игроками, может быть, что ждали? Не хватит той игровой практики, о которой все говорят, мы привыкли об этом говорить. Сказывается на чемпионате Европы? Ну, тебе лично как? Недостаток вот этого? Я думаю, что это не то, что недостаток. Просто, опять же, новая команда, новая... У нас все игроки, которые играют в клубах, такие же роли играют здесь. То есть все лидеры и так далее и тому подобное. Кто играет меньше, тот играет меньше. Я такую же роль играю здесь. Я не стремлюсь забивать по 40 очков. Я играю в защите, какие-то свободные броски. Конечно, наверное, будет, конечно, тяжело, когда ты играешь меньше в сезоне. И потом ты должен показывать какой-то результат. Но что есть, то есть. Ушли игроки, которые делали результат. Андрей Кирленко, Виктор Хряб, он не приехал к вам. Саша не приехал, Тима Мордов. Что есть, то есть. И жаловаться и находить какие-то оправдания это в последнюю очередь. Мы сами выходим на площадку. Мы такие, какие мы есть. И мы должны делать и выигрывать. Пытаться играть намного сложнее. И чтобы нам не было стыдно, какие мы провели особенно сегодня. Помимо стыда не обидно, что в связи с отказами, получается, что не то, что вас подставили, но привезли на чемпионат Европы. Пытаться играть. Да нет, почему? Почему? Все хотят играть. Опять же, может быть, мы не настолько сыгрались, может быть, мы немножко не можем игробыграть в этот быстрый баскетбол, который тренер говорил. Тут можно, знаете как, можно найти тысячи оправданий и миллионы. Говорить, что это то, это то. Когда ты одеваешь лайк, на всем России, ты должен играть, падать, убиваться. Я считаю, что такие команды, даже в Италии, даже с грехами, и итальянцами, и с Швецией мы могли обыграть. И должны быть даже в таком составе, который сейчас. Опять же, хочется только извиниться. Потому что... Потому что... Потому что...